Всем привет! Последние несколько дней я тестировал вот этот пауэрбанк от компании Natec. Впервые имею дело с этим брендом, с их электронной продукцией, и вы знаете, мне этот пауэрбанк в принципе понравился. Конечно, у него есть и плюсы, и минусы. Обо всем этом поговорим в данном видео. Итак, начнем, наверное, с самого интересного, с самого важного в пауэрбанке. Это то, сколько же он отдает и за сколько он заряжается и разряжается. Сколько он отдает и сколько принимает миллиампер часов. Иногда такое встречается, что производители не указывают реальную емкость при 5 вольтах и 2 амперах. Здесь же производитель не стал как бы юлить и сразу указал, что реальная емкость здесь 13200 мАч при 5 вольтах. Ток не указан, но мы все понимаем, что при, наверное, максимальном токе в 2 ампера. Также здесь указано, что батарейка встроенная 20 тысяч миллиампер часов и имеет напряжение 3,7 вольта, 74 ватт часа. Сегодня вы увидите фотографии, которые я делал, когда проводил тест. Это фотографии тестера. Там указаны и ватт часы, и миллиампер часы, и время, которое было затрачено на заряд и на разряд. Поэтому давайте я вам сразу приступлю и покажу эти фотографии. Итак, первый раз я его разрядил, и он отдал 10500 мАч. И разрядился при этом за 5 часов 15 минут. Как видите, никаких 13200 здесь и рядом нет. Практически разница в 3000 мАч. Потом я его зарядил, на это у меня ушло 10 часов 30 минут, и он в себя выбрал 14500 мАч. То есть, опять же, не близко к 2000 значениям. Потом я его опять разрядил, он уже отдал не 10500, а 10900 мАч, и при этом разрядился за 5 часов 30 минут. И потом я опять кинул его на зарядку, он уже зарядился за 10 часов 20 минут, и при этом вобрал в себя 14800 мАч. Поэтому я могу заявить, что в данном порбанке нет 20000 мАч, здесь где-то в районе 15-16 мАч. Во всяком случае, такое у меня получилось по моим тестам. В итоге мы получаем либо у него 15000 мАч батарейка внутренняя, что является обманом, но если у них действительно батарейка 20000 мАч, то тогда у них очень слабенький КПД. Он как бы неплохой, но за эти деньги хотелось бы больше, потому что другие производители за эту же сумму предлагают гораздо более лучший КПД. Там у них из 20000 мы получаем примерно 12500-13500 мАч. Здесь, в принципе, это и заявлено, но этого мы не получаем, к сожалению. Следующее, что я проверил, это пульсации. Здесь они в норме, причем при любом значении нагрузки и без нагрузки. Здесь пульсации в норме. Эти футажи, которые я отснял, я также сюда прикреплю. Также хотел бы отметить, что данный порбанк имеет вполне себе нетипичный вес. Он весит 413 грамм, в то время как его конкуренты весят в районе 440, 450, 460 и даже иногда 480 грамм. За счет чего им удалось снизить вес? Да, здесь используется везде пластик. Согласен. Но вот мне кажется, что низкий вес это как раз таки показатель того, что здесь батарейка не 20000. Возможно, они все-таки слукавили и установили сюда батарейку в 15000 мАч. Но, по крайней мере, он легче своих собратьев по рынку и кому-то, возможно, это будет даже лучше и интереснее. То есть, он легче и, естественно, он чуть-чуть меньше по габаритам, чем те же Xiaomi 20000 или другие пауэрбанки от других брендов. Также хотел бы отметить, что он не уходит в защиту, а снижает напряжение. Я тоже покажу отснятый футаж и вы увидите, что при повышении потребляемого тока выше 2 А, 2,5, 2,6, 2,7 и даже до 3 А я доводил, данный пауэрбанк не уходит в защиту. И, вроде как кажется круто, значит, он может выдать 3 А. С одной стороны, это круто, что электроника здесь позволяет выдать такие токи. С другой стороны, это плохо, потому что понижается напряжение. Вследствие этого уже идет не совсем правильный сбалансированный заряд других устройств. Вы, скорее всего, будете просто дольше заряжать устройство. Но на практике это ни капельки не отразится, потому что, на самом деле, заряжая этим пауэрбанком другие устройства, вы всегда будете заряжать током максимум 2 А, 2,1 А, потому что устройство больше у вас не запросит по такому простому протоколу при 5 В. Ну и хотелось бы еще отметить, что он при 2 А держит практически 5 В, но все равно чуть-чуть иногда стремится понизить до 4,95 В. Я опять же приложу сюда видео тестов, и вы увидите 4,95, 4,90, 4,85 В иногда он выдает при повышении тока чуть-чуть выше 2 А. В принципе, у него здесь указано, что он выдает на выход 2,1 А, но при этом здесь не указано, что он выдает это при 5 В. Понимаете, да, то есть такая хитрость. Также хотел бы отметить, что здесь удобное расположение портов. Я долго гадал, что же это за отверстие такое, так и не понял. Наверное, это просто какое-то технологическое отверстие для чего-то, для какой-то задачи при разборке устройства, может быть. Я не знаю, но в любом случае здесь очень удобно, что расположены USB порты на большом расстоянии. То есть, когда вы вставляете два габаритных устройства на зарядку, с большой долей вероятности вы сможете заряжать эти два устройства сразу. Потому что у вас они не будут друг дружке мешать. В то время как у других пауэрбанков, как правило, порты располагаются либо слишком близко друг к другу, либо прям рядом друг с другом, один над другим. И они еще и перевернуты бывают, поэтому тут не всегда удобно. Здесь более правильное и грамотное расположение. Type-C здесь присутствует. По органам управления здесь присутствует только одна кнопка, которая нужна для того, чтобы проверить, какая сейчас емкость батарейки. То есть, какой сейчас заряд батарейки. Мы нажимаем на эту кнопку, у нас появляется совершенно прекрасная, чудесная индикация в виде четырех светодиодов. Но очень быстро пропадает. Вот конкуренты, которые я тестировал буквально недавно, там те же Beisus, там Romos и другие бренды, Canyon. У них, как правило, дольше световая индикация. И если ты вдруг что-то упустил, не доглядел, отвлекся, то ты не будешь дважды нажимать на кнопку. Здесь индикация пропадает достаточно быстро. Но индикация такая тоненькая, изящная. Ее, в принципе, хорошо видно под разными углами. Но если смотреть, например, вот так вот сбоку, то уже практически ничего неразличимо. Уже ничего не видно. То есть, в этом небольшой минус, я бы сказал, подобной индикации. Также хотел бы отметить, что здесь неплохая калибровка. Что такое калибровка, для тех, кто не в курсе, это соответствие индикации той емкости, которая у нас есть. То, что я проверил и протестировал, в принципе, соответствует классической цене этого устройства. Как правило, у всех подобных пауэрбанков, у них калибровка плюс-минус колеблется с разбежкой где-то в 10%. То есть, если мы видим, что здесь светодиод показывает одно значение, значит, здесь примерно 25% плюс-минус 10%. Когда я тестировал Canyon, например, последний пауэрбанк на 20 тысяч, там была калибровка не очень хорошая. В плане максимальных значений и в плане минимальных значений. Минимальные значения там были в районе 15% заряда батареи. То есть, опираться на эту калибровку не всегда правильно, и это может иногда даже подвести. Здесь же такое, скорее всего, не произойдет, потому что калибровка здесь выполнена более качественно. Зарядка малым током. Она здесь отсутствует ни по двойному клику, ни по тройному клику. У нас ничего не активируется. Но зато давайте проверим сквозную зарядку. Что такое сквозная зарядка? Это когда мы подключаем какое-либо устройство на зарядку. Кстати, обратите внимание, я сейчас подключу устройство. Вот оно выключено. Я подключаю устройство, и оно автоматически идет на зарядку. То есть, здесь есть автозапуск заряда. Не обращайте внимания на 4 и 8 вольта. Это у них такое базовое стартовое значение. Как только мы поставим сюда что-то на зарядку, напряжение поднимется до 5 вольт. Также мы поднять напряжение можем, нажав на кнопку. Нажимаю на кнопку и вижу, что напряжение поднимается до 5,1 вольта. И потом опять опускается до 4,8. Это какой-то стандарт старта на холодную работу устройства. Кстати, по поводу зарядки малым током. Я заметил, что так как отдельного режима здесь нет, то мне показалось, что я не смогу заряжать устройства типа Mi Band и других устройств, которые заряжаются малым током. Но обратите внимание, что данный тестер, он совершенно не потребляет энергию. Там он какие-то милиамперы потребляет. И вы видите, что он не отключается, в отличие от других пауэрбанков. Поэтому могу отметить, как бы со всей ответственностью, что отдельного режима заряда малым током здесь нет. Но при подключении устройств, которые заряжаются малым током, этот пауэрбанк их отключать не будет. Даже если они зарядились полностью. Так что это его большой плюс, что можно заряжать с его помощью и, например, наушники Bluetooth, и Mi Band и многое-многое другое. Итак, тест сквозной зарядки. Берем смартфон, подключаем его на зарядку. Видим, что тут же у нас он встал на зарядку, зажегся. И показывает потребление. Практически 5 Вольт и 1,4 А. И теперь ставим на зарядку сам пауэрбанк. Type-C, подключаем и подключаем его к зарядке, к другому пауэрбанку. Теперь проверяем, отключаем наше устройство. Видим, что пауэрбанк сейчас на зарядке, то есть моргает светодиод соответствующий. И подключаем сюда смартфон на зарядку. Подключили. Смотрим, что происходит. Видим, что пауэрбанк продолжает заряжаться. И при этом он заряжает наш смартфон. Да, ток при этом ограничен 0,8 А. Но при этом он идет. То есть, смотрим на пауэрбанк. Он продолжает заряжаться. И при этом заряжается смартфон. Вот он заряжается. Так что сквозная зарядка здесь присутствует. Как всегда, небольшим током. Что касается комплекта поставки, то в комплекте мы получаем еще вот такой вот кабель. Это USB Type-C. Кабель короткий, но в принципе выдержит 5 Вольт 2 Ампера. То есть, спокойно пропускает такой небольшой ток. Также в комплекте вы получаете инструкцию, которая есть на русском языке. Здесь есть любопытная информация. Так выглядит инструкция. Если открыть ее в разделе с русским языком, то будет очень интересно. Во-первых, первая часть на русском переведена на какой-то болгарский на самом деле. Дальше идет уже более-менее нормальный русский. И смотрите, что они пишут. Не перезаряжайте устройство и не допускайте полной разрядки аккумулятора. То есть, несмотря на то, что там должны быть защиты, они все-таки говорят о том, что нужно будет аккуратно им пользоваться. Дальше. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор каждые 3 месяца, если изделие не используется. Вот такой вот небольшой нюанс. То есть, они решили, что заряженный аккумулятор, он будет лучше храниться. И дальше они пишут. Хранение изделия с низким уровнем заряда батареи в течение длительного времени может привести к повреждению батареи. То есть, они не знают, что есть такой пункт правил, как зарядить батарейку, например, до половины и оставить на хранение. То есть, они такой пункт решили не использовать. Им проще указать, что батарейка должна быть всегда заряжена, если вы даже им не пользуетесь. А это, между прочим, как раз таки и портит батарейки, встроенные в пауэрбанки. Поэтому тут они показали свою техническую либо неграмотность, либо очень хитрый ход, который позволит такие пауэрбанки спустя 2-3 года просто выкинуть на помойку, потому что полностью заряженные пауэрбанки хранить нельзя. Они должны быть заряжены примерно наполовину, можно и больше, но не на максимум. Ну, конечно же, и не максимально разряженными, чтобы они не ушли в глубокий разряд и их не пришлось потом толкать. В итоге, если говорить о плюсах, их достаточно много, минусы тоже присутствуют, но они не сильно критические, по крайней мере, для большинства людей. И, конечно же, забыл сказать по поводу нагрева. Он здесь отсутствует, пауэрбанк полностью холодный, что в момент зарядки и разрядки круглосуточный, то есть я его тестировал в круглосуточных разрядках и зарядках, то есть он, можно сказать, не отдыхал. При этом вот эта область была еле теплой, верхняя. То есть это хороший показатель, значит здесь у нас минимально по потере. В общем-то, если кому-то интересно, я оставлю ссылку на пауэрбанки, чтобы вы могли их купить от других разных брендов, потому что этот бренд вы, скорее всего, не сможете найти ни в Китае, ни в России, ни в Украине. А если и найдете, ну, хорошо. Потому что, в основном, он продается в странах Европы, Евросоюза. Там он стоит где-то в районе 20-25 евро, плюс-минус. У нас он стоит в районе 30-35 долларов. Спасибо всем за внимание. Если видео было полезным, не забудьте его поддержать. Ссылочку на кэшбэк, чтобы вы могли сэкономить, я также оставлю в описании под этим видео. И в комментариях вы сможете задать свои вопросы касательно пауэрбанков, электроники и другой техники, которую я тестирую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok